Это не с неба звонок от человека. Я, наверное, рассказывал анекдот, мне Финка когда-то рассказала. Ну, кто-то слышал, кто-то не слышал. Насчет телефона, кстати, тоже. Ну, это давно там был Билл Клинтон, президент. И один, как называется, к папе римскому приезжает Билл Клинтон. Приезжает в гости. Ну, это анекдот. И просто смотрит, и у него такой, ну, телефоны на столе, и один такой красный телефон. Он спрашивает, а что это у вас за телефон? Говорит, это прямая связь с Богом. А можно, говорит, мне поговорить? Ну, и этот папа римский говорит, да, пожалуйста, одна минута, там, 10 долларов, 20 центов. А сколько я могу поговорить? Ну, сколько хотите. Ну, он поговорил, заплатил ему 10 долларов, 20 центов за одну минуту. Вот, и через какое-то время он приезжает в гости к главному раввину, в Иерусалим. Вот, и тоже смотрит, и у него видит на столе тоже красный телефон. Он такой, а что это у вас за телефон? Говорит, это прямая связь с Богом. Говорит, а можно мне поговорить? Говорит, да, пожалуйста, 20 центов одна минута. Он говорит, 20 центов? Он говорит, да. Он говорит, вы знаете, ну, у папы римского тоже есть такой телефон, а у него стоит минута 10 долларов и 20 центов. На что главный раввин сказал, ну, то междугородка. Ну, это анекдот, вы поняли, да? Так что, ну, это просто так, как из-за телефона. И перед тем, как помолимся, да, я хотел бы вам сказать такое одно у меня слово, ну, как-то меня затронуло. Это Марка, 11 глава, 3 стих. Но в современном переводе я читал. И вот, а смотрите, вот немножко здесь не так написано. И я, может, из-за этого и не обращал внимания. И смотрите, какой интересный стих. «Если вас спросят». Это история, когда Иисус, ну, перед тем, как въехать в Иерусалим, там он должен был въехать на молодом осле, да, на молодом осле и на осленке. И вот, смотрите, ну, в современном переводе сказано так. «Если вас спросят, зачем вы это делаете? Скажите, что осленок...» Извините, давайте я с самого начала прочитаю. Сейчас, Женя, я прочитаю в современном переводе тогда, вот. А потом этот стих третий высветим, ну, чтобы было более понятно. «Когда они подошли к Вифаге и Вифании с селением, расположенной у Ильонской горы, неподалеку от Иерусалима, Иисус послал вперед двух учеников. «Идите в селение, которое перед вами», — сказал он им. «И сразу же, как только войдете, вы найдете привязанного осленка, на котором еще никто не садился. Отвяжите его и приведитесь сюда. Если вас спросят, зачем вы это делаете, скажите, что осленок нужен Господу, и что он сразу же вернет его». Ученики пошли, нашли осленка, привязанная улица, к наружной стороне двери, они стали отвязывать, и стоявшие там люди спросили, что вы делаете, зачем отвязываете осленка. Ученики ответили, как велел Иисус, и люди их отпустили. Они привели осленка к Иисусу, набросили на него свои плащи, Иисус сел на него, и многие начали расстилать свои плащи на дороге, другие расстилали зеленые ветви, срезанные ими в поле. «И те, кто шел впереди, и те, кто шел позади, громко кричали, «Оссана, благословен тот, кто приходит во имя Господа». Благословено наступающее царство предка вашего Давида, «Оссана вышних в небесах». И вот смотрите, вот третий стих меня так вот прям коснулся, знаете, я его никогда не замечал, этот стих, но может потому, что я чаще в синодальном переводе читаю. Вот Женя, высвети в синодальном переводе. А, вот спасибо, уже высветил. Смотрите, прочитаем в синодальном переводе. «И если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тот час пошлет его сюда». И смотри, ну как бы так, и тот час пошлет его сюда. А в современном переводе написано, «Если вас спросят, зачем вы это делаете, скажите, что осленок нужен Господу». И смотрите, вот эти слова, «И что он сразу же вернет его». Вы слышите? То есть осленок нужен Господу. Да, и он, а? И он тот час пошлет отсюда. Ну как бы не совсем, но вот здесь, «И что он сразу же вернет его». То есть, вот бывает так, что мы чем-то, ну, служим Господу, да, мы что-то даем для Господа, ну там, но Господь его, ну, вернет нам, знаете, вернет нам намного больше, чем мы там, ну, даем, да. То есть, да, он был обычный осленок, а вернулся прославленный осленок, да, вот так бы можно сказать. Когда мы даем, да, что-то в руки Господа, то есть, такое освященное, прославленное, да, возвращается. И вот, и написано, знаете, помните, написано, сказано, что нет никого, кто оставил бы дом или земли, или что-либо там, не получил бы время в сие, да, среди гонений, там, во сто раз больше, да, а впоследствии жизнь вечную. То есть, да, что, и вот то, что мы, ну, даем для Господа, да, или что-то делаем для Господа, Господь, ну, как вернет нам, да, намного больше вернет там, да, и вот это мне так прямо, что, ну, коснулось вот это место, что и Он сразу же вернет его. То есть, не переживайте, если что-то вы даете для Господа, Господь вернет вам, да, как бы вернет намного больше, вот. И что касается финансов, буквально перед молитвой, я хотел бы сказать, я не то, что сейчас мы будем пожертвования собирать, потом, чуть позже его соберем, но вот, и что, когда это место Писания, я, возможно, неоднократно его говорил, но, знаете, пожалуйста, услышьте меня, и услышьте то, что Дух Святой говорит через это место Писания. Когда царь Давид собирал пожертвования на строительство храма Соломона, то он собрал большое количество собственных денег, потом он призвал, не хочет ли кто-то пожертвовать из руководителей, из министров, они тоже начали жертвовать, народ стал весьма радоваться, потом царь Давид начал молиться, и он говорит, Господи, Твое величие, Твое слава и Твое великолепие, все, что на небе и на земле, Твое. Знаете, вот это очень важно, ну, это сложно осознать, что все, что на земле, это Господа, да? Нам трудно понять, да? Ну, мы можем сказать, да, все, что на земле, это Господа, вот кошелек, это мой, или то, что в кошельке, это мое, да, или вот, вот, а вот горы его, да, я согласен, и овцы на горах, тем более, это не Твои овцы, да, конечно, Твои, Господи, овцы, да, вот, и океаны Твои, ну, понятно, что, чьи еще-то, да, но вот, но, и вот царь Давид, он нечто больше осознавал, да, и он говорит дальше такие слова, что мы благодарим Тебя и схвалим Тебя, он говорит, кто я и кто мой народ, что мы могли так жертвовать для Тебя, да, и дальше он говорит такие слова, вот, которые очень сильно мое мышление поменяли, да, которые, он говорит, что, ну, от руки Твоей полученная часть из этого мы отдали Тебе же, да, по сути дела, как бы можно сказать, что царь Давид, он сказал такие слова, что, Господь, я благодарю Тебя, что Ты нам позволяешь из того, что Ты нам даешь, часть из этого отдать Тебе же, вы слышите меня, да, то есть, вот, Бог дал тебе силы, дал тебе время, там, дал тебе, ну, финансы те же, да, дал тебе таланты какие-то, ну, различные, да, таланты, кому-то Он дал вот талант играть, петь, там, да, кому-то Он дал талант раздаятелем быть, кому-то Он дал талант быть пастором или звукооператором дал, да, быть талант, ну, можно кто-то, вот, как Дмитрий, руководит, там, репцентром, кто-то, как дьякон служит, ну, я не буду всех, да, перечислять, то есть, Бог дает нам, ну, какие-то таланты, и на самом деле мы можем сказать, да, и так же, когда финансы мы жертвуем, говорим, Господи, мы благодарим Тебя, нам надо вот это понять, да, что мы благодарим Тебя, вот это правильная позиция сердца, как у Давида была, благодарим Тебя, Господи, что Ты нам позволяешь, вы слышите, Бог нам позволяет из того, что нам дает, часть из Него отдать Ему же, и когда ты эту часть отдаешь Ему, ну, в своем финансах, или в служении, или в чем-то, то Господь тебя возблагодарит, знаете, Он даст тебе больше, и даст тебе награду на небе, и здесь на земле, да, Он тебе даст, и вот то, что, когда ты какого-то своего осленка, да, или машины свои, ты послужишь кому-то, да, там, вот, Он говорит, Он отдаст вам обратно его, то есть, я все думал, какая, что с этим ослом было, но я как-то сильно не задумывался, но оказывается, вот Иисус взял, попользовался, да, вот этим осленком, и этот осленок был верным, его возвратили, оказывается, к хозяевам, да, то есть, его не съели, его там не забрали апостолы с себе, да, то есть, не то, что Петр после этого теперь на нем ездил, вот, до своей смерти, нет, его обратно отдали, вот этим хозяевам, и так, что вот мы так же что-то даем Господу, и, вот, и Господь позволяет нам давать это, да, поэтому давайте мы будем сейчас отдавать свою, может, молитву, свое благодарение, отдавать свое прославление Господу, тоже, знаете, написано, что это прославление, это как жертва хвалы, да, вот это жертва, то есть, когда мы поем Господу, вот, особенно для меня, это жертва, почему, потому что я петь не умею, знаете, и, ну, я как-то стою, сам себе под нос мурлыкаю, что называется, да, вот, и вот это прославление тоже, это важно, чтобы мы с вами пели, да, вот, тем более высвечиваются слова, мы можем проговаривать эти слова, это тоже как жертва хвалы, мы благодарим Господа, да, это, ну, это некая жертва, да, кто-то, кто любит петь, для него это, наверное, не жертва, да, вот, и также, не знаю, для кого-то богатого человека, может положить там, не знаю, тысячу рублей, для него это не жертва, для него это просто, а для кого-то это прямо, ух, жертва, знаете, да, также вот, я думаю, что и в прославлении, в пении, там, кто-то умеет играть, и играет, и наслаждается от этого, ну, и для него какая-то жертва, для него это радость, да, вот, и, как помню, буквально перед молитвой, скажу, у меня дружок был, Леха такой, он хозяин был овощной базы, да, и он детскому дому помогал, у нас детский дом, да, вот, где Олег Фомин был, вот, и он каждый месяц давал фрукты и овощи, и как-то раз я говорю, Леша, я говорю, спасибо тебе, что ты даешь там, а, что ты жертвуешь на детский дом, он на меня-то глаза вытаращил, говорит, Сергей, я ничего не жертвую, я говорю, как не жертвуешь, мне сказали, что ты каждый месяц помогаешь, даешь детскому дому, там, много фруктов, много овощей, он говорит, а, это, да, какую это жертвую, а у него такая огромная база, знаете, там, складов столько с этими, какую тут жертвую, я даже не чувствую, что от меня что-то ушло, ну, ну, то есть, для него это, ну, говорит, для меня это не жертва, для меня это удовольствие, вот, и в Библии вот есть, знаете, все-таки жертва хвалы, вот, как-то есть же эти слова, правильно, Женя, есть, есть такое, а, вот, Женя, смотрите, да, приносят ему жертву хвалы, да, возвещают о делах его с пением, это, наверное, для тех, кто не умеет петь, это для меня жертва хвалы, да, хотя, для меня тоже это несложно, там, петь, тем более, я же не в микрофон пою, и мне не надо там, кого-то удивлять своим пением, хорошо, давайте мы сейчас встанем, помолимся, и попросим Господа, да, за благословение на это служение, у нас сегодня будет пастор прекрасный, проповедовать из города Челябинска, его Андрей зовут, он расскажет о себе, его супруга здесь, его сын здесь, у нас гости сегодня, вот, хорошо, давайте мы закроем глаза и помолимся, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за этот чудный, прекрасный день, воскресный день, и просим Тебя, благослови Господь нас, и благослови нас, Господь, быть людьми жертвенными, людьми добрыми, и есть жертвы хвалы, есть материальные жертвы, есть какие-то жертвы служения, Господи, и дай нам, Господь, осознать, что все, что мы, как бы, жертвуем, отдаем, Ты, Господи, нам вернешь это, Ты просто благословишь нас, и на земле, и на небе, и нет никого, кто оставил что-либо для Тебя, не получил бы во время этого намного больше, Господи, благодарим Тебя за Твою доброту, и что Ты добрый, и Ты нам даешь быть добрыми, возможность быть добрыми, и Господи, дай нам сегодня, просто вот в этих песнях, поблагодарить Тебя, просто выразить свою любовь, выразить свое поклонение, Господи, дай нам быть внимательным и к Духу Святому, Дух Святой, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, говори сегодня каждому из нас, говори на разные темы, Господь, Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит, и куда уходит. Господи, я прошу Тебя, чтобы мы были людьми Духа Божьего, чтобы мы были людьми, которые направляются Духом Божьим, чтобы мы не были религиозными людьми, но мы были людьми, которые направляют Дух Святой, во имя Иисуса Христа, отдаем все в Твои руки и славим Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Иисус нас искупил, Иисус нас оправдал, Иисус даровал нам жизнь вечную, и давайте мы с полным осознанием сегодня от всего сердца прославим Его, потому что Он достоин этой славы, Он достоин хвалы. Аминь. Ты меня простил, Меня ты искупил, Спас от смерти ты меня, Свою жизнь отдал, Крихи мои забрал, Буду славить лишь Тебя, Не забуду никогда, Что Ты сделал для меня, Иисус. Для Тебя мои слова, Для Тебя моя слова, Для Тебя вся жизнь моя, Иисус. Ты мой свет, Моя мечта, Ты мой мир, Моя судьба, Я живу и для Тебя, Иисус. Иисус. Для Тебя мои слова, Для Тебя моя хвала, Для Тебя вся жизнь моя, Иисус. Ты мой свет, Моя мечта, Ты мой мир, Моя судьба, Я живу лишь для Тебя, Иисус. Моя мечта, Радость погорил, Благодать излил, Моё сердце изменил, Возлюбил меня, С Тобою счастлив я, Буду славить лишь Тебя, Не забуду никогда Что ты сделал для меня, Иисус Для тебя мои слова Для тебя моя хвала Для тебя вся жизнь моя, Иисус Ты мой свет, моя мечта Ты мой мир, моя судьба Я живу лишь для тебя, Иисус Для тебя мои слова Для тебя моя хвала Для тебя вся жизнь моя, Иисус Ты мой свет, моя мечта Ты мой мир, моя судьба Я живу лишь для тебя, Иисус Для тебя мои слова Для тебя моя хвала Для тебя вся жизнь моя, Иисус Ты мой свет, моя мечта Ты мой мир, моя судьба Я живу лишь для тебя, Иисус Для тебя мои слова Для тебя моя хвала Для тебя вся жизнь моя, Иисус Ты мой свет, моя мечта Ты мой мир, моя судьба Я живу лишь для тебя, Иисус Аллилуйя Аллилуйя За твою любовь, за твое величие За твое всемогущество, Господь Ты царь царей, ты бог богов Мы благодарны тебе, Отец небесный Аллилуйя Ты мой свет, моя судьба Я живу лишь для тебя, Иисус Блеск величия Пусть вся земля поет Ликует и поет Он свет одел в себя И в страхе меркнет тьма От голоса его, от голоса его Наш Бог, так велик Пой со мной Наш Бог, так велик Пусть видят все Наш Бог, наш Бог, так велик Наш Бог, так велик Пой со мной Наш Бог, так велик Пусть видят все Наш Бог, наш Бог, так велик 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 Пусть видят все Наш Бог, так велик Наш Бог, так велик Наш Бог, так велик Пой со мной Наш Бог, так велик Пусть видят все Наш Бог, так велик Наш Бог, так велик Наш Бог, так велик Он превыше всех имен Всей хвалы достоин он Дружба поет Наш Бог так велик Он превыше всех имен Всей волны достоин Он Душа поет Наш Бог так велик Наш Бог так велик Пой со мной Наш Бог так велик Пусть видят все наш Бог Наш Бог так велик Наш Бог так велик Пой со мной Наш Бог так велик Пусть видят все наш Бог Наш Бог так велик Наш Бог так велик Пой со мной Наш Бог так велик Пусть видят все наш Бог Наш Бог так велик Великий Наш Бог Господь Ты велик Мы благодарны Тебе Господь Мы сегодня славим Тебя Мы сегодня Мы приходим Перед Тобой Господь И вместе со всем творением Мы славим Тебя Мы присоединяемся Господь К этой хвале Мы сегодня Присоединяемся К хвале ангелов Господь Мы благодарны Тебе За все что Ты сделал для нас Ты свят Свят Господь Саваоф И вся земля Полна славы Твоей Вся земля наполнена Силой Твоей Господь Дух Святой Мы благодарны тебе За твое Присутствие здесь Ты наполняешь Господь Мы благодарны Тебе За Твое присутствие здесь Мы благодарны Тебе за Твое прикосновение Господь, я прошу Тебя Освети, Господь, каждого из нас Пусть Твой свет, Господь Он прольется на жизнь каждую из нас Помоги нам, Господи, видеть все Так, как видишь Ты Помоги нам видеть людей вокруг, Господь Глазами Отца Я прошу Тебя, пусть Твой свет Он озарит каждого из нас Помоги нам наполниться силой Твоей Господь, пусть Твоя любовь Зальется на каждого из нас Помоги нам любить людей, Господь Так, как любишь Ты Я прошу Тебя, Отец Небесный Помоги нам, Господи Помоги нам, Господи, видеть людей Так, как видишь Ты Отец Небесный Мы хотим быть Твоими руками Мы хотим быть Твоими ногами, Господь Мы хотим, Господи, Боже, быть Твоими слугами Мы хотим, Господи, являть Тебя Отец Небесный Дай, чтоб люди, видя нас, они видели Тебя через нас. Помоги нам, Господи, внести свет Твой в этот мир. Помоги нам внести Твою любовь в этот мир. Помоги нам, Господи, Боже мой, сделать то поручение, которое Ты поручил нам. Помоги нам, Отец Небесный, слышать Твой голос и идти за Тобой, Господь. Я прошу Тебя, Бог мой, дай, чтоб сила Твоя, она была, Господи, при нас, при наших устах. Когда мы будем свидетельствовать и нести Слово Твое, я прошу Тебя, Господи, дай, чтоб, Господи, сила, чудеса и знамения сопровождали нас во всех местах, где мы будем нести весть евангельскую, где мы будем говорить о Тебе, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, используй нас для славы Твоей, Бог мой, наполняя нас силой Твоей. Мы нуждаемся в Тебе, укрепляя нас в Тебе, утверждая нас в вере, Господь, во имя Иисуса Христа. И сегодня мы превозносим Твое святое имя. Мы сегодня славим Тебя. Мы сегодня хотим еще больше кунуться в Твое присутствие. Мы сегодня хотим, Господи, пережить Тебя, Твою любовь. И потом этой любовью делиться с окружающими нас людьми. Я прошу Тебя, Господи, дай, чтоб прямо сейчас каждый из нас пережил Тебя, пережил Твою любовь, пережил исцеление духа, души и тела во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Духом Твоим святым, коснись и преобрази, Господи, наши сердца. Преобрази наше мышление. Пошли, Господи, Твою свободу, Бог мой. Пошли Твою свободу, Господи, каждому, кто в чем нуждается, Бог мой. В чем дьявол проботил, Господь, я прошу Тебя. Пусть придет Твоя свобода, совершенно свобода в каждое сердце от всякой зависимости. Отец Небесный, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть придет Твой мир, который превыше всякого ума и наполнит каждое сердце, Бог мой. Я прошу Тебя, Господи, Твой мир, который никто из людей не может дать. Я прошу Тебя, дай, чтоб он наполнил сейчас каждого из нас. Пусть Твоя радость, Боже, радость небесная, она наполнит наши сердца. Помоги нам, Господи, быть счастливыми, вне зависимости от окружающих обстоятельств. Пусть это счастье, оно исходит от Тебя, Господь. Отец Небесный, помоги, Господи, нам быть светом примеров. Отец Небесный, прикоснись сейчас к каждому из нас. Наполни Духом Твоим святым. Обнови нас, Господь, в Тебе. Обнови дух, душу и тело во имя Иисуса Христа. И сейчас, великий Бог, мы хотим быть в Твоем присутствии. Мы хотим, Господь, прикоснуться к Тебе, к небесам. Сойди в силе Твоей, Господь. Мы хотим сегодня напиться Твоей воды, живой воды. Я прошу Тебя, пусть Твой дождь Духа Святого, Он изолется на каждого из нас. Орасти каждого из нас, Господь, силой Твоей, Духом Твоим святым. Оживи, Господь, обнови, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аллилуйя. Великий Бог... Великий Бог... Перед Тобою мы стоим, Великий Бог, И простираем руки наши у небеса, Мы жаждем. Великий Бог, поставь печать В наших сердцах рукой своей, Хотим напиться живой воды Твоей. Мы жаждем, мы жаждем Тебя. Превозносим, оклоняемся Тебе, Мы превозносим, оклоняемся Тебе, Мы превозносим. Славим имя Твое Господь, Превыше небес. Превозносим, оклоняемся Тебе, Мы превозносим, поклоняемся Тебе, Мы превозносим. Славим имя Твое Господь, Превыше небес. Великий Бог, безмерною любовью возлюбивший нас Своей великой жертвой вдохновивший нас О-о-о, мы жаждем Великий Бог, поставь печать в наших сердцах рукой своей Хотим лопиться живой воды твоей О-о-о, мы жаждем Мы жаждем тебя Превозносим, поклоняемся тебе Мы превозносим, поклоняемся тебе Мы превозносим, славим имя твое, Господь Превыше небес Превозносим, поклоняемся тебе Мы превозносим, поклоняемся тебе Мы превозносим, славим имя твое, Господь Превыше небес Мы превозносим тебя О-о-о, мы превозносим тебя О-о-о, мы превозносим тебя Святой Господь Превозносим тебя Мы превозносим тебя О-о-о, мы превозносим тебя Святой Господь Превозносим, поклоняемся тебе Мы превозносим, поклоняемся тебе Мы превозносим, славим имя твое, Господь Превыше небес Превозносим, поклоняемся тебе Мы превозносим, поклоняемся тебе Мы превозносим, славим имя твое, Господь Превыше небес Превозносим, славим имя твое, Господь Превыше небес Превозносим Мы превозносим твое имя О, Господь Ты достоин всей славы Мы жаждем тебя, Господь Наполняй нас Мы открываем свои сердца сегодня перед тобой, Господь Наполни каждого из нас Твоим словом, твоими откровениями Мы готовы принимать все, что ты хочешь нам дать Во имя Иисуса Христа Аминь Давайте дадим Иисусу аплодисменты И спасибо группе прославлений, что помогли нам прийти в присутствие Божьей, правда? Аминь, слава Богу Вау, здорово быть в воскресенье в церкви Я не знаю, как вы, но воскресенье в церкви быть здорово Ну, вообще, в любое время быть в церкви хорошо Ну, слава Богу, правда? Я знаю, что не все пришли сюда Потому что с утра проснулись Вау, церковь Кто-то сюда буквально, может быть, приполз И слава Богу, что, ну, те, кто приполз, приползли тоже Я думаю, что это очень важно Я думаю, это очень важно Есть, я много раз говорил, что есть Всегда Это важно очень, когда мы имеем личное отношение с Богом Когда мы можем общаться с Ним Читать Библию, поклоняться на кухне Но есть всегда нечто особенное, когда мы собираемся вместе и славим его вместе Вот это коллективное переживание Бога, присутствие Божьего Оно очень и очень важно Но об этом можно говорить, на самом деле, много Я, как бы, не об этом сегодня буду говорить И давайте для начала я тоже коротко помолюсь И потом вперед, хорошо? Дорогой Небесный Отец, спасибо тебе за этот день Мы благодарим тебя, молимся о том, чтобы воля твоя, как на небе, она исполнилась здесь, на земле, в этой церкви во имя Иисуса Христа Я благодарю тебя за эту церковь, которую ты избрал, которую ты создал Для которой у тебя есть твои планы, свое предназначение Есть что-то, что эта церковь должна сделать И мы благодарим и славим тебя за это Я благодарю тебя, Господь, что ты сегодня здесь исцеляешь людей на этом месте Спасибо тебе, спасибо, что у кого-то здесь, эта почка с левой стороны Если были проблемы, у кого-то Дух Святой прикасается к вам И примите свое исцеление во имя Иисуса Христа С левой стороны, вот я чувствую эту боль почки, которая Во имя Иисуса, благодарим тебя, Господь Также, это, наверное, с катарактой проблема Плохо глаза, и вы были уже на осмотре, или вы собираетесь прийти Ну, пусть Дух Святой прямо сейчас займется вашим зрением И мы благодарим тебя за это также во имя Иисуса Христа И весь народ скажет Аминь! Слава Богу! Слава Богу! Слава Иисусу! Пастор Сергей, любоспасибо вам огромное за то, что мы оказались здесь у вас И ничего не бывает просто так случайно Поэтому я верю, что и с церквью я очень рад познакомиться Я думаю, мы еще вместе можем много чего хорошего сделать Так или иначе У меня есть слово сегодня До того, как я его начну говорить Я хочу сказать, что меня зовут Андрей Давыдов, Карина, моя жена и Макс Вон там моя жена и Макс сын, они младший сын с нами И мы из Челябинска Пасторы церкви «Новая жизнь» в городе Челябинск Это хорошая церковь Пастор Сергей был у нас не так давно И у нас там своя школа даже вообще образовательная есть и так далее Но мы последние пять лет только в этой церкви До этого мы 21 год были на миссионерском поле Мы проработали в Средней Азии И вот Паша как раз сегодня, который пришел Первый раз в этой церкви, да, Паша? Вот Павел, познакомьтесь с ним потом Он первый раз пришел в церковь Он неделю назад переехал в Череповец, да? И пытается найти свою церковь Дай Бог, он нащупает здесь свою церковь, здесь, на этом месте Он, кстати, со своей женой долгие годы вел прославление Поэтому, если вам нужны прославители, тоже Вот Мы провели 21 год в Средней Азии На миссионерском поле И в 2018 году, пять лет назад, мы вернулись, можно сказать, обратно Хотя, ну, после 18 лет уже обратно не возвращаются Наверное, новое миссионерское поле для нас И мы очень чрезвычайно благодарны Богу за все эти годы Которые позади нас И там много что произошло И, может быть, где-то в проповеди что-то я буду говорить об этом Но у меня сегодня, я считаю, что достаточно важное послание Не только для церкви, но для тебя в частности И иногда Бог, Он готовит к будущему через какие-то послания сегодня Он пытается подготовить нас к чему-то будущему и так далее Но я думаю, что оно достаточно пророчески точно И поэтому постарайтесь ухватить все, что возможно из этого послания Я только что проповедовал в другой церкви В один из часов было служение в другой церкви Я так собрание начал там, часто его начинаю и говорю, что Вот представляете, это 20 августа, вот это вот 23-го года Его уже никогда не было в истории Никогда И оно никогда не повторится Будет только одно, единственное 20 августа 23-го года И Бог сотворил этот день Сотворил его для нас, как для церкви, в общем, но и как для отдельных личностей так же То есть для меня Бог сотворил, это 20 августа Для меня лично, у Бога что-то есть для меня лично сегодня Если Бог творит что-то, Он всегда творит это хорошо и богато, правда? Это же Бог, Он Эль-Шадай Он не Эль-Жадный, Он Эль-Шадай, правда? И поэтому у Него есть что-то Я думаю, что это хорошо иметь такое отношение по жизни То есть ты просыпаешься и говоришь Ха, этот день для меня сегодня Его Бог для меня сотворил У Него полно вкусностей всяких Но я имею в виду не только еду, а вообще по жизни Всяких вкусностей Я хочу от Него получить свое чудо сегодня Свое откровение сегодня Все, что у Него есть для меня И поэтому этот день не исключение Аминь И постарайтесь все Вот до того, как вы ляжете спать Бог спать не ляжет, пока не получу И все, что для меня сегодня приготовил Не усну, да? Что это там будет, я не знаю Но тем не менее Знаете ли, я потихонечку начну проповедовать И я не знаю, как вы А меня к Богу привело размышление Ну вот зачем я живу вообще? Мне было тогда там 19 лет Там скоро 20 должно было исполниться Я все время думал Ну к чему это все? Я ходил на работу У меня как бы там все хорошо складывалось Я думал, ну вот я пошел на работу Заработал денег Проел эти деньги Ну пошел опять на работу Пройдет там 50, 70, 80 лет Меня похоронят И чего? Ну вот встреча со Христом Она совершенно, конечно Поменяла мою перспективу Перспектива, то есть мой взгляд на жизнь То есть сегодня меня этот вопрос Больше не мучает Потому что я знаю, что каждый из нас Остался здесь на земле Бог позволил тебе остаться здесь на земле Позволил тебе Ты не просто так живешь Если бы Богу было угодно Ты спасся Ну и пожалуйста Давай к нам туда в Царство Божие Там же хорошо Там же лучше, чем здесь Но он говорит Не-не-не-не-не, погоди Я хочу, чтобы ты остался здесь на земле Для того, чтобы ты сделал определенную работу какую-то У тебя есть определенная миссия У тебя есть определенная цель на этой земле Согласны со мной? И наша цель с вами Как раз найти то, для чего мы с вами предназначены И сделать то, для чего мы с вами были оставлены здесь на земле Чтоб в конце, когда мы на небо уже попадем Как Павел, мы могли сказать Ну, Господь все, веру сохранил Течение совершил Давай мне мою награду за то, что я сделал То, что ты мне повелел сделать Аминь? Правда? Кроме того, мы вот с пастором Сергеем в машине разговаривали немножечко Все же хотят быть счастливым человеком, правда? Вы хотите быть счастливым человеком? Да, несколько человек есть, хотят Слава Богу за вас Но счастливым человеком А что такое счастье? Мы же иногда думаем А что же такое счастье? Ну, наверное, это заработать много денег И что хочу, то и делаю Кто-то говорит Ну, наверное, хороший брак Это счастье Кто-то думает Ну, вот классные дети Воспитанные внуки Потрясающие Это мое счастье В принципе, это Ну, такое Может быть, некоторая составляющая Счастливой жизни Но для меня Знаете, что счастье в основном? Помните эту историю с Иисусом Который Женщины-самарянки У колодца проповедовал Вот он пришел Двенадцать учеников убежали Купить еды для тринадцати Не одного послали А все побежали Голодные были реально Иисус один остается И проповедует Этой женщине-самарянке Пока они ходили за едой Все село пришло в движение То есть, они все сбежались Все слушали Иисуса Христа То есть, произошло настоящее пробуждение В этом населенном пункте И когда пришли ученики с едой Они подошли к нему, к Иисусу И сказали Иисус, ну, давай покушай Мы еды принесли Я тоже слышал сегодня Пастор Виктор там в церкви Упомянул Он говорит, ну, вот люди бывают так Голодные, очень Такие неразговорчивые Иногда даже злые Некоторые замахали головой, да Есть мужчины такие, которые Знаешь, не покормишь Лучше не разговаривай А есть женщины тоже такие Которые, если ты не покормишь А вот когда ты Даешь еду Они начинают кушать Ты чувствуешь, как меняется Их лицо и отношение к жизни Когда глаза вдруг Такие помутнели Слегка даже пьяные Такие Когда вдруг улыбка Наконец-то появилась на лице И человек начинает Разговаривать Шутить И такое Ну, ощущение Легкого счастья Такое Опьянение Не зря Иисус Он с едой сравнивает Потому что когда ученики Подошли к нему И сказали Вот на еда Мы тебе принесли Он говорит Я уже наелся Это Иоанна 4 глава Они спросили Кто-то накормил тебя уже Он говорит Вы не знаете той пищи Которую я поел Что за пища Моя пища Есть творить волю Пославшего меня И совершить дело его До конца Вы слышите Послушайте внимательно Иисус сидя Или накануне Может Пока он шел Он услышал Как Бог проговорил ему Он сказал ему Сейчас придешь Останься у колодца Там встречайся с женщиной Расскажи о Царстве Божьем И там все будет Все остальное происходить И Он услышал И сделал То есть вот моя пища Есть творить волю Пославшего меня Я сделал то Что Бог попросил меня И сейчас я сижу И я полностью Счастливый Сытый От жизни человек И я много раз Это переживал Я понял Что настоящее счастье Оно кстати Кроется там Когда ты услышал Бога говорящего В твою жизнь Он тебе говорит Сделай это Ты сделал это И ты переживаешь Внутри такую полноту Вроде бы денег Не добавилось Да Вроде бы там Конфликты в семье Не сократились Может быть Пока еще Но Ты чувствуешь Насыщенность Сытость в жизни И поэтому Для меня очень важно Чтобы мы с вами Как люди Которые пришли в церковь Встретились со Христом Нашли ту миссию Ради которой Бог оставил нас С вами здесь на земле Это понятно Вы что-то Об этом думаете Ну ладно Я не буду спрашивать А то у нас Диалог целый Завяжется Может быть После собрания Поговорим Хочу прочитать вам Один стих Из Библии И я думаю Что наша судьба Так или иначе Наша миссия На этой земле Связана с тем Что мы Должны Восстановить Что-то Мы с вами Восстановители Развалены И смотрите В Диане В третьей главе Есть один Замечательный стих Он очень такой Ну интересный Потому что Ну он достаточно Необычный Ну для меня Ладно Я не буду Распространяться Об этом Здесь смотрите Что написано И когда наступят Настанут времена Обновления Которые совершит Бог Он пошлет Предназначенного Вам помазанника Иисуса И здесь Говорится Не о первом Пришествии Иисуса Христа Потому что Петр в книге Деяний Уже после смерти Воскресения Иисуса Говорит это послание И говорит Он должен Оставаться На небесах Пока не наступит Время Когда Бог Восстановит Все Что обещал С давних времен Устами своих Святых пророков Знаете Думаю Что как и До первого Пришествия Иисуса Помните Илья говорил Я пришел Приготовить путь Для Господа У нас такая же Задача И у нас Помазание В нашей жизни Есть Или Но на сей раз Мы восстанавливаем Что-то здесь Так же Восстанавливаем То что Бог Обещал Восстановить Через Пророков Устами Своих Святых Пророков Когда Бог Восстанавливает Что-то на земле Здесь он не сам Это делает Вы понимаете Он нашими руками Все это делает То есть мы Здесь на земле Чтобы восстановить Что-то Есть определенные Процессы Которые мы с вами Должны сделать Поэтому мы с вами Нажли найти Эту свою миссию Свою дорогу Свой путь Где мы примем Участие в этом восстановлении Иными словами Примем участие В подготовке Ко второму Пришествию Иисуса Христа Бог Помазывает Нас Быть Восстановителями Развален В любой сфере жизни В каждой сфере жизни И в этой связи Вот здесь я перехожу Как бы к посланию В этой связи Я хочу поговорить О помазании Которое было в жизни Неемии Это очень важное Помазание И я хочу Не то чтобы его нету В этой церкви Оно есть Я хочу его утвердить Еще раз Провозгласить Высвободить Это помазание Потому что это Необычайное Важное помазание И очень важно Что оно работает В церкви Помазание Которое я верю Присутствовало В жизни Неемии Вы кто-то читали Книгу Неемии? Да Вы знакомы С этой книгой Очень Очень интересная И сильная книга Правда? Вы помните Неемия был Виночерпим У царя Вообще Дело Профессия такая Хорошая На самом деле И вроде бы Подносит Бокал с вином Прежде проверив Не отравлено Оно или нет Ну как бы Что за ерунда Вообще Что за работа Затакает Но на самом деле Не все так просто Обычно это были Очень доверенные люди Эти люди Каждый день Видели царя Не все министры Видели Не все Там соратники Весь персонал Видел царя ежедневно Он видел ежедневно Очень часто Люди Обращались К виночерпим Чтобы Те замолвили Свою словечко Перед царем И Достаточно часто Ну вот По крайней мере У царя с Неемией Были достаточно Хорошие отношения Судя по их Разговору Потому что Когда Происходят Вот эти вот события Мы читаем В первой главе Мы видим Что царь с царицей Смотрит на Неемию И говорит Неемия Что-то с тобой не то Ты не заболел То есть заботится Проявляет заботу У них какие-то Отношения есть Я думаю Что Неемия Жил как у Христа За пазухой Сегодня можно было Так сказать У него была хорошая работа У него было все Я думаю Он был достаточно богат Он питался Всегда От царского Стала Он был влиятельным Человеком В царстве Несмотря на Такой Виночерпи Что за позиция такая Не министр финансов Никто другой Виночерпи Ну Здрасте Достаточно было важно Но смотрите Что произошло К нему приходят Его родственники Из Иерусалима И рассказывают Слушай Неемия Дела плохи Вообще Все ужасно просто Отвратительно Они ему пересказывают Описывают И я вот начинаю читать С Неемия С первой главы Четвертого стиха Вы слушайте меня Постарайтесь Внимательно Выслушать меня сегодня Услышав это Я сел И заплакал И несколько дней Я был в скорби Постился И молился Богу Небесному Неемия Молился Во-первых Это как бы Хорошее качество Настоящего лидера То есть реакция его То есть он слышит О нужде И сразу начинает Молиться И поститься Он начинает молиться И вот в этот момент Когда он молится И поститься Мы видим Очевидно Что Бог Ложит ему на сердце Мечту Цель Видение Как угодно Назовите это Которое он хочет Чтобы Бог Воплотил в жизнь И вот вторая глава Я начинаю читать В месяце Ниссани На 20-й год Правления царя Артаксерса Царь пил вино А я наливал И подавал ему Царь еще никогда Не видел меня мрачным Тоже Ониемия Царь никогда Не видел Ониемию мрачным Мрачным Значит он был веселый Парень достаточно Он кстати Позже и скажет Радость в Господе Есть подкрепление Нам всем Да Это такое Местописание Которое мы до сих пор Используем Когда нам грустно Мы говорим Слушайте ребята Когда грустно Надо веселиться Потому что Радость в Господе Мне подкрепление Хорошо Он спрашивает меня Почему у тебя Такое мрачное Лицо Ты ведь не болен Не иначе Как от дурных мыслей С великим страхом Я отвечал царю Пусть царь живет вечно Как же не быть мне мрачным Если город Где похоронены мои предки Лежит в руинах А ворота его сожжены Царь спросил Чего ты хочешь Помолившись Богу небесному Я сказал царю Если царь соблаговолит Если раб твой угоден Тебе отправь меня В Иудеи В город Где похоронены мои предки Я отстрою этот город Вообще этот диалог Нееми с царем Он как бы переплетается Для меня Как будто бы с царем А как будто бы с Богом Разговаривает Как будто бы Бог спрашивает Нееми А ты что хочешь Вот ты сейчас молишься И что ты хочешь Я хочу Господь Отстроить Отстроить город Отстроить стены И так Плохие новости Тронули сердце Нееми Это привело его К тому что Он начал поститься И молиться В молитве Он получил Призвание И видение И далее мы видим Что Нееми Получает полномочия Милость царя И полномочия Смотрите внимательно Читаю 6 стих Во 2 главе И сказал мне царь и царица Которая сидела возле него Ну сколько времени Продлится путь твой Когда возвратишься Тоже такой важный вопрос И благоугодно было Царю послать меня После того Как я назначил время И сказал я царю Если царю будет благоугодно То дал бы мне письма К заречным областеначальникам Чтобы они давали мне пропуск Доколе я не дойду до Иудеи И письмо Касафу Хранителю царских лесов Чтобы он дал мне деревья Для ворот крепости Которая при доме Божьем И для городской стены И для дома В котором бы мне жить И дал мне царь Так как благодейщая Рука Бога моего Была надо мной Дорогие мои Я знаете Для меня этот Очень важный отрывок Из Библии Потому что Он очень связан С тем Что происходило В моей жизни Смотрите Нееме получает Видение от Бога Он получает Видение от Бога И он Отправляется С этим видением В Иерусалим Чтобы отстроить Стену вокруг Иерусалима Ворота И потом он будет Город восстанавливать Так же Но Вот этот вот Отрывок Который я прочитал Сейчас Когда Царь дает Письма К заречным Областеначальникам Чтобы он давал пропуск Для меня Видение Я Сейчас Больше буду раскрывать Это Это Разрешение Богом На производство Определенной работы В определенное время На определенном В определенном Географическом месте Я раньше До того как я был Христианином Работал На большой Электростанции Возглавлял Там бригаду Что-то все время Там восстанавливали Ремонтировали И чтобы Мне какой-то Участок Отремонтировать Я таким вот Языком Не знаю Понятен будет Для вас Или нет Чтобы отремонтировать Какой-то участок Я получал Специальную бумагу На ряд На производство Работы То есть Я не мог Просто прийти Куда угодно И заняться Чем угодно Мне нужно было разрешение От начальства На произведение работы Когда я приходил На какой-то участок Я показывал И говорил Ребята Сделайте все Чтобы я мог Произвести работу Здесь на этом месте Вот для меня Видение работает Точно так же Почему я верю Что каждая церковь И не только церковь Сейчас обратите внимание Каждая церковь Во-первых Должна иметь видение Но не только церковь Написано в Библии Что каждый человек Не словом единым жив Не хлебом единым жив А каждым словом Всяким словом Восходящим Из уст Божьих То есть Мы с вами Практически Живем Выживаем Одерживаем Победы Потому что Мы слышим Голос Божий Сегодня Не хлебом Каждым Каждый день Мы нуждаемся В хлебе Это значит Что каждый день Мы нуждаемся В слове Божьем То есть смотрите Как церковь нуждается В видении От Господа Так и каждый человек Что приходит С видением Я уже сказал Приходит разрешение На работу Знаете Однажды Я сидел В церкви Это было много лет назад И пастор вышел И проповедовал И говорил Что Бог дал мне видение Он говорит Слово я получил такое Идите к людям Которые живут на горах Они примут слово И понесут его дальше Это было в далеком 96 году Наверное И это слово Оно пронзило Меня И нашу семью Оно стало Нашим видением Мы точно знали Что это Бог Дал нам это слово Для того Чтобы мы могли Поехать куда-то Мы собирались Поехать на миссию А здесь пришло еще слово Люди Которые живут на горах Мы отправились В Таджикистан Где мы прожили 21 год И Таджикистан Это на 96% Горы То есть мы поехали туда Потому что Бог захотел Чтобы мы поехали И это слово Оно дало нам Право Производить там Работы Дало нам разрешение Как Ниеме получил Разрешение Для пропуск Для области начальников То есть он приезжал В какое-то место Ему говорят Ты кто-то такой Куда пошел А он говорил Вот разрешение от царя Точно так же Когда мы приехали В Таджикистан Куда бы ты ни пришел Куда бы ты ни приехал Духовный мир Демонический Я имею ввиду Он не счастлив Он не рад И он готов Стереть тебя в порошок И он готов Атаковать тебя Но когда ты говоришь Я здесь не сам по себе Приперся Простите за слово А я пришел сюда И у меня есть бумага Видение Откровение Слово Которое привело меня Сюда на это место Тогда он Может быть и недоволен Но он ничего Не может сделать Потому что В Слове Божьем Есть разрешение В Слове Божьем Есть или видение Есть защита Вы слышите меня То же самое Это не только церкви касается Это касается личной жизни Слово полученное тобой На каждый день Оно Это как пакет целый Который приходит тебе Ты открываешь этот пакет А в нем тебе Разрешили что-то делать И тебе Обеспечили защиту Потому что Эта бумага Она говорит Что царь царей Господь господствующих На твоей стороне Попробуй только И вот пальцем тронь Слава Богу Правда Второе что приходит С видением Когда мы получаем Слово от видения Первое мы увидели Нам дали разрешение Делать работу Второе что к нам приходит Это Это Сверхъестественное Помазание Или сила Или благодать Эту сверхъестественную Работу сделать Вы понимаете Что когда Бог Дает задание Он Не дает Задание Которое Которое Может сделать Человек Так скажем Которое Его силам Его силами Возможно сделать Это всегда Сверхъестественная Задача Это всегда Сверхъестественная Задача И когда Приходит Слово от Бога В нашу жизнь Либо в лично Твою жизнь Либо в жизнь Церкви Приходит Видение От Господа Оно приходит Со сверхъестественным Помазанием Эту работу Сверхъестественную Выполнить То есть Ты уже Не своими силами Делаешь То что ты делаешь А ты делаешь Это с силой Божией вместе Ее нет Везде Она есть Только там Где Бог Сказал тебе Если Бог Сказал тебе Быть здесь И делать вот это То его сила Будет там А не где-то В другом месте Вы слышите Поэтому Когда мы Начали работать Ну Я в себе Когда мы Приехали туда Нам было 25 лет Я не знаю Все мое имущество В банановой коробке Умещалось И то она состояла Из книг В основном То есть У нас не было денег У нас Мы молодые У нас не было Никакого У нас не было Никакого опыта У нас не было Каких-то Суперспособностей До сих пор Как бы особо нет Но Было слово От Бога И вот оно Начало Распаковываться Оно начало Производить Какой-то эффект Через 20 лет Когда мы уехали Вот как Знаете Я помню Когда мы начинали Церковь У нас Один кто-то На велосипеде Приезжал Богатый Такой самый На велике Приезжал Такой Вау И мы начали Говорить О десятине Пожертвований Иностранцы Миссионеры Которые были Там говорили Таджики Они бедные Зачем ты собираешь С них денег И так А мы говорим Так а как нам жить Не посеешь Не пожнешь И видимо Не у всех Есть такое Замечательное Потрясающее Откровение Как у нас Но когда мы Собирали пожертвования Когда мы Собирали Десятины Если вы сейчас Приедете В эту церковь То Там много Лэнкрузеров И Лексусов И прочих других Но было время Когда был только Велосипед Ладно Но не об этом Даже речь Я просто Имею ввиду Что когда мы Уехали Из Таджикистана У нас Душабе Паша знает Прекрасно Замечательное Здание Которое мы Покупали И подписывали Практически без денег Но мы знали Точно Бог Сказал нам Оно стоило Там я не знаю Может быть 200-250 тысяч Долларов И потом мы Столько же успели Полмиллиона долларов Мы вложили Пока мы были там И откуда эти деньги Вот пожертвования Которые мы собирали Там в стране И это как бы Уехав Оттуда мы видим Что есть несколько Церквей Замечательных То есть та работа Которую Мы повернувшись назад Не можем даже сказать Да это нам Под силу было Мы и сделали Это слово Или видение Которое Бог Поручил нам Оно произвело Эту работу Бог также тогда Когда нам сказал О людях Которые живут На горах Было еще Еще одно такое Дополнительное Аппендикс Дополнительное К видению Ульф Экман Тогда это был Он говорит Что я еще вижу Плата На котором Большими буквами Написано Афганистан Мы как приехали В 97 году Мы все время Молились За Афганистан Но в 2001 году Мы впервые Смогли Начать работать Там И до сего дня Мы работаем там Уже опять Талибы пришли К власти Мы все равно Продолжаем работать там И это работа Которую невозможно Было сделать Человеческими усилиями Итак Услышьте меня Внимательно Что когда Бог дает слово Твою личную жизнь Или он дает Видение в церкви Оно дает тебе Право Безопасно Работать В определенное время На определенной территории Где-то И делать то Что Бог Сказал тебе Оно Номер два Оно дает тебе Оно дает тебе Силу сверхъестественную Для того Что работу Это сделать Сегодня Когда мы планируем Год в церкви Мы каждый ноябрь С пастерской командой Уезжаем На несколько дней Чтобы планировать Всю нашу деятельность Церковную И знаете С чего мы начинаем Мы молимся о том Чтобы Не дай Бог Мы не начали делать Что-то Как церковь Что Бог Не поручал нам делать Когда ты делаешь То, что Бог Тебе не говорил Делать Ты теряешь Ты делаешь Это своими силами Там нету Божьего Помазания Вы понимаете Меня? Да, нормально Вы теряете Вы как бы Начинаете Делать Божью Работу Сверхъестественную Человеческими Силами Из-за этого Вы устаете Вы изнашиваетесь Вы теряете Радость У вас появляются Конфликты Непонятно Что происходит И так далее И в нашей практике Было такое Несколько раз Поэтому у нас Сейчас ведется Так В нашей практике Что мы Спрашиваем А все ли мы делаем Сегодня Это то Что Бог Сказал нам делать Потому что Может некоторые вещи Нужно отрезать Потому что иногда Когда дьявол Послушайте внимательно Когда он не может Тебя остановить Когда ты кочегаришь И он говорит Ну этого не остановить Короче Тогда Вместо того Чтобы он просто Останавливал тебя Он пытается Тебя сбить С курса Он дает тебе Хорошую идею И даже Деньги иногда А не заняться ли тебе Тюремным служением Это я сейчас не вам говорю Это больше нас касалось Тогда А не заняться ли вам Тюремным служением У нас деньги на это есть Думаешь Классно Что там деньги есть Значит я могу Взять на работу Еще пару человек Из церкви И так далее И так далее А потом Когда ты начинаешь делать Ты думаешь Что-то как-то тухло Здесь все Как-то не то Бог в чем дело И Бог говорит А я тебя не просил Это делать И тогда ты отрезаешь Даже если тебе Это невыгодно И не очень хорошо Я помню Как Йон Гичо Тоже рассказывал Эту историю Не знаю Читали вы в книгах Или нет Когда у него идея Пришла радио Какое-то создать Он там Около 15 миллионов долларов Уже послушал И у него там что-то там Ой Потратил вернее И он думает И там что-то буксовал Буксовал И он спрашивает Бог в чем дело Я не пойму Что там происходит Не могу понять И Бог говорит Я тебе не говорил Это делать То есть представляете Извините 15 миллионов долларов Потраченных 15 миллионов долларов Потраченных Да все это оборудование Связанное с радиостанцией И все остальное И вдруг он должен Выйти на сцену Покаяться И сказать Простите меня Ребята Это оказывается Моя просто идея была Поэтому Вы слышите меня Что очень важно Нам с вами Быть в наши дни В последние В которые мы живем Особенно пророчески точными В том что мы делаем То есть Бог сказал Мы сделали Ни туда ни сюда И это очень важно Итак Мало того Что мы Вместе с видением К нам приходит Защита Разрешение Дьявол Мы в безопасности Дьявол Он не может Прикоснуться к нам Мы еще и получаем Сверхъестественную Способность Сделать эту работу И силу Сделать сверхъестественную Божью работу И номер 3 Там написано Помните Он сказал Пусть еще царь дадут нам Да Касафу Хранителю царских лесов Чтобы он дал мне дерев Для ворот крепости Которые при доме Божьем То есть Бог Он Обеспечивает То что он заказывает И это тоже В нашей практике Очень ярко Работает То есть Если Бог Сказал что-то Он это Обеспечивает Тем или иным образом Сверхъестественным образом Обеспечение Этому приходит Поэтому Друзья мои Это не только важно Церкви жить Словом Божьим Но каждому из нас Каждому из нас В отдельности Очень важно Утром проснулись Бог Слово Твое ищу Слово Твое Хочу услышать Я помню Как один бизнесмен Он К своему пастору Пришел И говорит Я кажется Не слышу Бога Вообще Я вот стараюсь Как бы Как ты учишь Но ничего не происходит Он говорит Ты сделай вот что Ты возьми Утречком Встань Включи какую-нибудь Музыку хорошую Как сегодня Это пропиточки Называется Да пропитка такая Музыка духовная Включил ее Открой Библию И постарайся Выписать Из того Что ты читаешь Ну мысли Вдруг какая-то такая Мысль залетела Прочитав какой-то Отрывок из Библии Ты получил идею Какую-то Или мысль И он говорит Я стал так делать Я выписал однажды Выписал другой раз И потом Когда я Он потом через некоторое время Позвал пастора Опять к себе И говорит Слушай Я точно знаю Бог разговаривает со мной Потому что Несколько раз Когда я так делал Я садился Читал Библию Выписывал на листочек Какая-то может Простая мысль Одна, вторая, третья Но в течение дня Я попадал в ситуацию В которой Именно эта мысль Которую я получил Из слова Она помогала мне Принять правильное решение Оно было точно Как светильник На гемоей Я не знал Как поступить Вдруг я Я же читал сегодня Я же читал Это прямо в эту ситуацию Слово И Бог Он разговаривает Он хочет разговаривать Поэтому нам важно Не только На церковном уровне Иметь видение Но всяким словом Исходящим из узбожих Человек жив Аминь Итак, мы получили защиту Мы получили Сверхъестественное Помазание Эту работу сделать Здесь написано Что мы получили И обеспечение Тут, кстати, написано Для ворот Для городской стены И для дома В котором мне жить Аминь Не только Мы получили Обеспечение Для работы Которую необходимо сделать А еще для собственных Муж тоже Слава Богу Аминь И поэтому Церковь, которая Имеет видение Она такая Побеждающая церковь Она сверхъестественная Церковь Она никогда Не скучная церковь Это не просто Клуб по интересам А видение от Бога В нем всегда Бурлит жизнь В нем есть Присутствие Божие Ты понимаешь Что тебе нужно делать И вокруг тебя Сверхъестественные Вещи начинают Происходить Не просто Ты что-то Как человек Сделал своими руками А ты сделал Все как человек Своими руками Но ты увидел Что результата Гораздо больше Потому что Там есть Божьи силы И помазание Поэтому церкви У которых есть Видение от Бога Они всегда Очень победоносны Не важно Сколько в ней людей Важно Что они Они пророчески Точные И делают Ту работу Которую Бог Предозначен И так Это помазание Неемии Которое Я верю Должно быть Церкви Последнего времени Оно очень Потрясающее Оно очень сильное Я тоже верю Что помимо Того Что оно такое Помазание На восстановление Мы начали Говорить об этом Это помазание В котором Это помазание В котором Есть видение И из видения Это помазание Тоже проистекает Я думаю Что тоже было Очень важное В жизни Неемии И тоже содержит Это помазание Неемии Это готовность Оставить некий Комфорт В своей жизни Потому что Ну помните Неемия Он оставил Теплое место У царя И отправился Жить куда-то На стройку В неблагоприятные Условия Если вы Когда мы живем Благополучно Мы особо Жизнь не ценим Как бы Она Ну Само собой Разумеющаяся Но если вы Бываете на тех Территориях Где люди Отдают свою жизнь За Христа И где ситуация Может измениться В секунды Ты понимаешь Что Ты начинаешь думать А что тогда Важное для меня В жизни Я не против Комфорта Я против Против неготовности Оставить комфорт Ради Христа Когда это нужно Потому что Мы иногда Так сильно Привязываемся К комфорту Что неизвестно На небеса Мы хотим Отправиться Или нет Только когда Есть гарантия Что там более Комфортно Может быть тогда А если нет Ну как бы Библия говорит Что да Ну не точно Мало ли там Проповедник Чему нас научил И мы иногда Не готовы Оставить комфорт Когда Я миссионер Мы миссионеры Мы много ездим И для нас тоже Оставить Просто собраться В чемодан И переехать В другую страну Ну вообще Небольшая проблема Но я знаю Что для многих Это проблема Со своего дивана Уехать От своего телевизора Ты шутишь Вот бросить его Просто так Он же большой Телевизор Я не могу То же самое Сделал Вы знаете Знаете Что он был Первым миссионером Потому что Ему хорошо Жилось И попасть На землю Это вообще Не этот Не попасть На курорт Это попасть В самое страшное Место Которое только Можно себе Представить Но он оставил Это Потому что Это важнее Ладно Это тоже Есть в этом Помазание И я верю Что оно в церкви Будет работать Больше и больше Я вас сейчас Напугал Может вам Другую церковь найти Я тоже думаю Что вот в этом Помазание Которое было В жизни Нееме Была такая Вещь Как Он был Такой Неотступный Это не только Черта характера Да Это черта характера Такая неотступность Упрямство Но это еще Есть в этом Такая сверхъестественная Составляющая Или помазание Его ничто Не сбивало С пути Обратите внимание Помните Когда Его пытались Все время Враги Остановить Пугали И так далее Он не обращал Вообще Никакого внимания На неблагоприятные Обстоятельства И его нос Всегда был По курсу Потому что Очень часто Нас Выводят Из себя Вот мы строим Делаем Божье дело Как церковь И вдруг Какие-то обстоятельства Начинают Шуметь Вокруг нас Но мы знаете Опускаем руки Мы Отворачиваемся На них Начинаем Их разглядывать И так далее Его Нееме Это вообще Не интересовало Землетрясение Без разницы Враги Там атакуют Ну меч Возьмите Хотя бы Но устроить Надо продолжать То есть Его ничего Не сбивало Он у него нос Всегда был По курсу Помните Вот Нееме Вторая глава Девятнадцатая стих Вам интересно То что я говорю Нормально Да Пока Хорошо Некоторых Усыпил Но не всех Услышав это Санавалат Харанит Итове Аммонитский Раб Игишем Равитянин Смеялись Над нами И с презрением Говорили Что это за дело Которое вы там делаете Уж не думаете ли вы Возмутиться Против царя Начали смеяться И вы знаете Когда ты получаешь Слово от Бога И начинаешь что-либо делать Всегда найдутся Такие деятели Которые придут И будут говорить Ха-ха-ха Думаешь это от Бога Смешно И я дал им Ответ И сказал Бог небесный И вообще это не смущает Слава Богу За это помазание Слава Богу За Неми Бог небесный Благопоспешит нам То есть поможет нам И мы его рабы То есть мы делаем то Что он нам сказал И мы станем строить А вам нет участия И права И памяти в Иерусалиме Слава Богу За Бога И за Неми В шестой главе Тоже интересно Когда дошло до слуха Санавалата И Тови И Гишем Аравитянина И прочих неприятелей наших Что я отстроил стену И не оставалось В ней повреждений Впрочем До того времени Я еще не ставил Дверей в ворота Тогда прислался На Валат И Гишем Ко мне сказать Приди Сойдемся В одном из сел На равнине Они замышляли Сделать мне зло Но я послал К ним послов Сказать Я занят Большим делом Не могу сойти Дело остановилось бы Если бы я оставил Его и сошел к вам Четыре раза Они присылали Ко мне С таким же приглашением Я отвечал Им то же самое Ребята Я занят Я занят Божьим делом Я не отвлекаюсь Как бы вы меня не пугали Что бы вы не делали У меня нос по курсу Я иду прямой дорогой У меня есть слово от Бога Мне Бог дал видение Я иду по этой дороге И не сверну Тогда прислал ко мне Санавалат Пятера Свою слугу Которую в руке Было открытое письмо В нем было написано Слух носится Удивительное послание Слух носится Слух носится тут у народов Некоторые люди говорят И они ко мне Как к пастору приходят Тут люди говорят Я говорю Какие люди Сколько их Ну один А ладно Так здесь тоже Слух носится у народов И Гешем говорит Будто ты Иудеи задумали Отпасть Для чего И строишь стену И хочешь быть у них царем По тем же слухам И пророков поставил ты Чтобы они разглашали О тебе в Иерусалиме Царь иудейский И такие речи дойдут до царя Он так угрожает Итак приходи И посоветуемся вместе Но я послал к нему сказать Ничего такого Не было о чем ты говоришь Ты выдумал это своим умом Ибо все они Стращали нас Думая Опустятся руки их От дела этого И оно не состоится Но я тем более Укрепил руки Мои Оу Халилюя Я вообще счастлив Я тем более То есть люди Смущают Люди с открытыми Письмами ходят А его это Заводят Наоборот Аха Я тем более Укрепил руки Мои Пришел в домашей Сына Дилаи сына. Всех, короче, перечислил по имени и отчеству. Мой год рождения, короче, поставил. Всех вас мы запомним, говорит он. Пришел я к этому в дом, и он заперся и сказал, пойдем в дом Божий, внутрь храма, запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя и придут убить тебя ночью. Но я сказал, может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и сыновлад подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так и согрешил. Помяни Божий мой Товию и сыновлада по сих делам их, а также пророчицу Надю и прочих пророков, которые хотели устрашить меня. Стена была совершена в 25 день месяца и лула в 52 дня. Халилюя. Вообще, слава Иисусу, правда? И вот это вот, это очень важное качество. Я верю, что оно должно прямо быть на церкви во имя Иисуса, сверхъестественным образом, потому что дьявол, он никогда, никогда не согласится с тем, что ты делаешь. И он будет делать все возможное, чтобы остановить тебя. Но вся его возня, она в основном, это как лев рыкающий. А толку никакого нету. То есть он пытается сделать что-то, но не может, потому что письма защищают. Я здесь не сам, меня Бог сюда послал, поэтому цыц дьявол. И ты не отвлекаешься. Страшно, но ты не боишься. Шумно, но ты не отвлекаешься, ты продолжаешь идти. Религиозные лидеры собрались. Пророки, какие-то называемые себя пророки, так говорит Господь, я покараю тебя, накажу тебя. Мне Бог сказал. Вот почему личные отношения с Богом они очень важны. Ты знаешь, что это Бог сказал. Не просто тебе на ум пришло. Ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что это Бог проговорил в твоей жизни. Ну и, наверное, последняя вещь, которую я скажу, это у Ниима была такая особенная чувствительность к водительству Бога. И вот эта вот сверхъестественная способность противостать атакам. Я уже читал это, но вот опять же в 6 главе я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Тове и сыновлад подкупили его. То есть у Нииме была такая, я думаю, что это дар Святого Духа сегодня для тела Христова, когда тело Христова различает дух, который стоит за тем или иным поступком или разговором. Иногда ты смотришь и разговариваешь с человеком, он вроде красивые речи говорит, приятные речи говорит, но если ты духовный человек, если дары Святого Духа действуют в твоей жизни, то ты можешь увидеть, что не всегда за приятными речами или правильными разговорами стоит правильный дух. Однажды за Павлом следовала служанка и кричала, а, да это же сыны Божьи, которые там делают правильное дело и так далее, я уж не помню дословно. То есть она в принципе говорила, все нормально, пока Павел не отвернул, что-то смущало Павла все время, несколько дней смущало, не давало ему покоя. Он ходил там внутри, неспокойно, вроде орет правильно, а что-то не то, он потом повернулся, сказал, выйди из нее, и раз бес вышел. Надо же, даже и бесы правильные вещи могут разговаривать, правильные слова могут говорить. Но я имею в виду, что у Ниеви был такой, он различал, у него острый был духовный орган такой, слышащий, он слышал и видел какие-то вещи. Я верю, что это в помазании есть на церкви. Слышать и видеть эти вещи, различать их. И когда что-то подступает такое подобное в религиозном окрасе, в одеянии, с правильными духовными словами, и если это не то, оно не собьет церковь с пути. Они могут сказать только, во имя Иисуса, иди в сторону. Лучше не мешай. Дай нам проехаться, пройти, иначе мы по тебе проедемся. Итак, Господь поднимает людей с ясным пониманием своего призвания. Людей, которых ничего не собьет с курса. Людей, которые готовы оставить свой комфорт ради видения от Бога для их жизни. Людей, которых Бог помазывает сделать ту сверхъестественную задачу, которую Бог поручает им, наделяя их дарами для этого. Отец своим Иисуса Христа, я молюсь за церковь, я молюсь за пастерскую семью, тоже. Молюсь, Господь, чтобы это сверхъестественное помазание, помазание, которое было в жизни Ниеме, оно утвердилось здесь в церкви. Во имя Иисуса Христа. Пусть эта церковь всегда будет вводима видением твоим, словом твоим, и не уклоняется ни направо, ни налево. дай им смелость, дай им смелость, ту же смелость, которая была у Ниеме, следовать за словом. И пусть никакой религиозный образ, ничто другое не останавливает эту церковь во имя Иисуса Христа. Я молюсь и утверждаю это помазание, действие этой сверхъестественной силы Духа Святого, благодати Божией, не только в этой церкви, но и в жизни каждого, кто здесь присутствует. Пусть каждый здесь в этой церкви живет словом, исходящим из уст Божьих во имя Иисуса Христа. Мы же благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы превозносим Тебя, Царь Царей, Господь Господствующих на этом месте. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо вам большое. Пастор, судей. Спасибо, пастор. Вам спасибо большое, да. Слава Богу. Хорошо, братья и сестры. Ну что, на этом наше собрание подходит к концу. У нас еще есть песня, да? А? А пожертвования? Пожертвования будут. Да. Вот. Давайте, да, Ира, да, мы готовы, если собрать пожертвования. Братья и сестры, я говорю, что касается пожертвований, ну уж я так скажу, знаете, если у меня спросить, ну, как стать богатым? Знаете, я скажу, жертвы. Ну, не только, конечно, жертвы. Там много есть. Работай, еще родителям помогай, и бедным подавай там, да? Но вот как раз, вот будь, ну, жертвенным, да, человеком. И вот, когда люди, вот помню, здесь вот мы сидели, у нас такое мини-молитвенное собрание было. Давно, это может 10 лет тому назад. И вот было там несколько человек, я говорю, за что помолиться? они говорят, за финансы. Ну, там, я говорю, скажите, пожалуйста, ну, я говорю, а вот вы что-то вот жертвуете, там, десятину еще? Они говорят, мы ничего не делаем. Это было, ну, было два человека вот таких. Вот мы никуда не жертвуем, никому не помогаем. Я говорю, почему? Ну, мы сами бедные. Ну, мне хочется сказать, потому и бедные, знаете. Ну, вот на самом, вот есть вот в этом секрет какой-то, да, вот я его не могу как-то обосновать, объяснить. Ну, что-то могу, конечно, да, как Библия говорит, что там, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, там, ну, ну, есть, да, есть какие-то объяснения, но я вижу вот в этом вот руку Божию, да, и вот услышите, пожалуйста, я вам искренне сейчас и честно скажу, а по-другому нечестно не хочу, я вас реально сильно люблю. Ну, я вообще люблю людей. Я реально хочу, чтобы у вас было хорошо, ну, в жизни, чтобы с материальным, в материальном отношении тоже было хорошо, да, потому что, ну, со мной, наша жизнь, она связана с материальным, и помню, мои, у меня тетя, там, какая-то анкета, там, в газете была, и, это, и что бы вы хотели, там, там, что-то, здоровье, там, 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 семья, много чего там, вопросов было, я не знаю, что за анкета такая была, и смотрю, у моей тети, там, у нее две галочки, здоровье и деньги, ну, вот, ну, на самом деле, здоровье и деньги, да, чего человек, человек там, хочет, ну, она не такая светская женщина, то есть, она не церковная женщина, вот, поэтому, когда мы жертвуем, да, или когда мы, вот, благословляем, мы даем, божьи, вот, открываются какие-то ворота, и благословения, для человека, да, начинают происходить, много там чудес, каких-то происходить, я много могу, разных историй рассказать, и говорю, мне все-таки вот это место Библии, да, нравится, вот апостол Павел, он тоже очень любил людей, и он даже говорил, я готов там отдать там свою жизнь, там, да, ну, там он говорил про своих братьев, про иудеев, да, и он говорил, что я не ищу, говорит, ну, пользы для себя, то есть, да, и я могу тоже это сейчас со сцены сказать, что я не ищу пользы для себя, вот, в этих пожертвованиях, да, но я ищу, плода умножающие в пользу вашу, вот слышите вот эти слова, плода умножающие в пользу вашу, да, вот, когда человек жертвует, да, то происходит, происходит в его жизни то, что открываются какие-то, говорю, двери небесные, не знаю, как это объяснить, чем это объяснить, вот, и вот я кого знаю, таких вот людей состоятельных, да, но они в основном, ну, все жертвенные люди, есть безусловно, я знаю, знаете, которые и не жертвенные, и таких я тоже знаю, но знаете, вот, что могу сказать про вот такой тип людей, которые вот не жертвенные, которые, ну, не готовы там никому помогать, обычно, ну, они люди несчастные еще, вот, в этом есть момент такого, да, вот нету такого счастья в их жизни, нету какой-то радости в жизни, там, да, помню, много лет назад этого человека уже в живых нету, я дружил с батюшкой, с православным, вот, и, и помню этот человек, он весьма такой состоятельный был, и когда я с ним встречался, он все, как бы мне хвалился, хвастался, ну, в каких он гостиницах отдыхает, что он там, в президентских номерах, ты представляешь у меня то, то, я так слушал его, да, но при этом у него все так было кувырком в жизни, он постоянно пьянки, гулянки, все как-то, вот, всю жизнь, как-то все, все как-то не очень красиво, там, с детьми все не важно, там, жена какая-то истеричка вообще, ну, вообще, все просто ужас какой-то, и вот, я помню, батюшка, вот этот был, с которым я дружил, он всегда себя в грудь там стучал, я православный, вот, и батюшка, там, ну, что-то для храма, там, какие-то окна нужны, я решил ему позвонить, я ему позвонил, как он орал на меня, типа, что ты лезешь ко мне, там, там, ну, типа, там, что ты какого-то батюшку мне, там, я говорю, слушай, ну, ты же там в грудь стучал, я тут православный, там, ну, я там все за православие, ну, я тебе поэтому и позвонил, я потом после этого думаю, я не хочу больше ему звонить, не хочу больше никогда ему звонить, ну, вот, И поэтому давайте мы сейчас, где у нас есть эти мешочки, да, вот я тоже пожертвую наличными, вот, давайте мы соберем наше пожертвование, которое мы потом направим на дело Божие, вот. Вот, я жалею, что что-то я долгое время, паста, вот, я не собирал вообще, ну, вот, пожертвования мы не собирали в церкви, точнее, мы их всегда собирали, у нас ящик там стоял, но вот мы так вот, чтобы говорить об этом, что вот какие-то мешочки, мне всегда, ну, как бы неудобно было, и мне всегда казалось, что если я начну это делать, то люди будут притыкаться, ну, неверующие. Потом я думаю, ну, что притыкаться, не притыкаться, я своих людей обкрадываю, да, когда не даю возможности, да, там, жертвовать, и сам не жертвовал свою церковь, потому что я про этот ящичек редко, я, извините, опять неправильно говорю, то есть я не жертвовал ящичек, я обычно жертвовал, там, каким-то переводом или оплачивал какие-то нужды, то есть я, наоборот, для церкви всегда много чего жертвовал, там, и для этой церкви, для других церквей, но имеется в виду, вот, так не жертвовал во время служения. Ну, что я даже просто банально забывал, да, вот, а когда мы стали об этом говорить, я думаю, что это будет лучше, а, помолиться за, а, давайте мы помолимся за те финансы, которые мы собрали, и я хочу за вас помолиться, чтобы Бог дал вам финансовый прорыв, знаете, что, там, чтобы долги у вас ушли, чтобы мечты, которые, да, у вас есть, чтобы они пришли, я верю, что на мне, наверное, есть что-то особенное, да, вот, в этой сфере точно, я думаю, точно есть. По крайней мере, многие верят, что что-то на мне в этой сфере есть. Давайте мы помолимся, да, да, мы благодарим Тебя, Господь, за эти финансы, которые мы сейчас собрали, и благодарю Тебя за каждую денежку, которая сейчас была пожертвована. Благослови, воздай, Господь, пожалуйста, людям, и я сейчас особенной молитвой прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, пусть всякие долги уйдут от моих братьев-сестер во имя Иисуса Христа, пусть придет сверхъестественное наполнение финансами их жизни, пусть исполнятся те мечты, то, о чем они мечтают, во имя Иисуса Христа, если человек мечтает о машине, пусть придет машина в его жизнь, если человек мечтает о квартире, пусть придет эта квартира в его жизнь, если он мечтает о какой-то красивой одежде или в украшениях, пусть это придет в его жизнь, если он мечтает о том, чтобы сделать какое-то доброе дело, может построить какой-то церковь, или детский дом, или дом милосердия, или еще что-либо, пусть придут в финансовую его жизнь во имя Иисуса Христа, сверхъестественным образом пройдут во имя Иисуса Христа. Господи, кто-то мечтает о путешествиях, пусть это придет в их жизни, пусть придут путешествия, кто-то мечтает о красивой одежде, или о каких-то часах, Господи, я прошу Тебя сейчас о тех земных вещах, о которых люди мечтают, и Господи, в этом нет ничего плохого, когда люди мечтают о материальных вещах, дай нам не стесняться этого, дай нам не бояться разговаривать с Тобой, Господь, на эту тему во имя Иисуса Христа, Господь, дай нам открывать свои желания перед Тобой, как написано, открывайте ваши желания перед Господом, дай нам, Господь, мы сейчас открываем свои желания, Господи, да, я прошу Тебя, дай нам, Господь, сейчас открыть наши желания, скажите сейчас Богу то, что вы хотите, вот то, что вы хотите, назовите, может, суммы, не знаю, цвет машины или количество комнат, вот просто скажите Богу сейчас, Бог, я прошу Тебя, благослови меня в финансовой сфере, и благослови меня, вот дай мне вот то, что вот я сейчас прошу, Господи, молю Тебя во имя Иисуса Христа, прямо сейчас ответь моим братьям, сестрам, да, может, кто-то мечтает о какой-то работе, о новой работе, о бизнесе каком-то, во имя Иисуса Христа, помоги, Господи, помоги, аминь, 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 вот, и, да, слава Богу, я верю, что, да, Бог отвечает, да, и Бог, Он чудный, и Он, Бог, реально, Он хочет, да, чтобы мы имели всякую радость, знаете, на самом деле есть большая радость финансовая, да, я вот рад, что я богатый, вот, знаете, простите меня, но я очень рад, я мечтал об этом, чтобы быть богатым, да, и я рад, что я могу помочь кому-то, да, я могу купить там, да, то, что хочется, и это на самом деле поехать в какую-то миссионерскую поездку и просто, да, вот, ну, заплатить там за себя, я помню, напросился, и много лет я служил с епископом Залудским, да, и, ну, у меня были финансы, я ему сказал, Николай Игоревич, возьмите меня, пожалуйста, свои миссионерские поездки, да, и я очень много благословений духовных, да, получил через вот эти поездки, я просто его портфель носил, я много лет с ним ездил, и я говорю, мне не надо, ну, я сам буду платить за свои поездки, если надо, я за ваши поездки оплачу, за ваши билеты, гостиницу, там, питание, ну, на что он сказал, за меня не надо платить, я туда, куда и еду, там, церковь оплачивает мне, да, ну, и бывало так, что и церковь не оплачивала, я оплачивал, да, но благодаря тому, что были финансы, если бы у меня их не было, да, этих финансов, как один проповедник очень хороший сказал, он говорит, знаете, вот есть притча, мы часто говорим, притча вот о добром самаритянии, если бы добрый самаритянин был бы бедный, знаете, он бы не вошел бы в Библию, во-первых, у него не было бы осла, у него не было бы вина, у него не было бы масла, которому он рано связал, да, у него не было бы денег за гостиницу заплатить, у него не было бы денег там еще несколько дней оплатить, понимаете, слава Богу за богатого доброго самаритянина, понимаете, вот, и опять же, дай Бог, чтобы у нас искоренилось из головы, из сердца, что, типа, вот святой это бедный, нет, святой это богатый, понимаете, Авраам был богатый, у него было слуг много, Иов был богатый, был самый богатый человек на востоке, понимаете, Моисей вообще был сыном, ну, пусть приемным, но сыном фараона, он вообще весь в золоте ходил, да, Соломон был такой пацан вообще, понимаете, он жил, представьте, он жил, Соломон жил во дворце, в котором одновременно мы, бывает, свою семью не знаем, как обеспечить, а вот Соломон был нормальный пацан, он жил в доме, в котором жило с ним вместе 14 тысяч человек, вы можете представить, потому что у него только тысяча жен было, и, ну, вот этих всех наложниц, жен там, да, прибавьте сюда всем, служанок сколько у них было, да, тысяча, это только его, вот, представьте, сколько от тысячи, пусть от каждого по трое, ну, я не знаю, там, по двое детей, еще две тысячи детей, ну, пусть тысяча детей, я не знаю, как у него времени, и вообще всего остального хватало, вот, сил и времени, но, понимаете, Соломон, ну, две тысячи вот детей, плюс слуги, плюс повара, плюс то-сё, прочитайте в Библии, каждый день только сто овец, что ли, там, сто с чем-то овец закалывали, там написано в Библии, сколько закалывалось каждый день скота, а мы говорим, господи, однокомнатную бы, 32 метра, кухня бы, 6, ну, я, конечно, 8 хочу, и ногти грызешь, нервный, знаешь, не грызи, на Соломона посмотри, на нормальных пацанов смотри, Библии, не слушай бесов религиозных, которые, знаете, там, посылают такие флюиды, там, ты должен быть бедный, а я не хочу быть бедный, нет, ну, ты должен быть бедный, если ты будешь богатый, какой ты будешь святой, понимаешь, а вот будешь святой, понимаешь, потому что отчасти святость, это, это то, что, знаешь, святость, это первое, от Христа святость, вторая святость, это когда ты не разрешаешь себе что-то делать, знаешь, святой да освящается еще, когда ты блудить не идешь, бухать не идешь, рот свой прикрываешь от мутюгов и от прочей всякого гадости. А третий, да, постулат святости, это постулат кадош. Кадош – это потерять свою зону комфорта. Это как раз, когда ты даешь, понимаешь? Святые люди, они дают. Вот я недавно читал эту книгу, был такой православный Лука, да, святитель Лука, он в Крыму жил. Вот, он бедных кормил, очень, делал операции много, врач был. И помню, и там, ну, в этом рассказе, в одном про святителя Луку, ему говорят, ну, его там какая-то помощница была, и она говорит, батюшка, у тебя совсем уж исхудался подрясник. Он говорит, давай, уже, я, говорит, уже шить устала, говорит его, давай тебе новый купим. А что он сказал, не надо, слишком много бедных. Ну, еще время было тяжелое, знаете, там такое, послевоенное. Он говорит, слишком много бедных. Я похожу в этом старом, знаете, ну, своем, пусть я там, но он делал, понимаете? Он не просто там, нет, давай это, не будем мне там новый сюртук покупать, да, потому что хочу там на счет побольше или биткоинов побольше купить. Знаете, нет, он просто, у него было действие, он давал. И, может, Бог и нормально к этому относился, когда у тебя такое сердце. Я тоже экономлю, я мог бы летать в бизнес-классе, но не летаю в бизнес-классе, знаете? Почему? Потому что я хочу больше людям помочь, хочу больше пожертвовать. У меня есть для чего экономить. Я одежду всегда со скидками покупаю. Почему? Потому что хочу больше добра сделать, понимаете? У меня есть желание. И такое желание нормальное. Такие действия нормальные, да. Я не нищенствую, то есть, ну, не смиряю себя ради там чего-то, а ради того, чтобы больше сделать. А, извините, уже проповедовать начал. Ну все, давайте песню споем. Песня нам жить и любить помогает. Еще что-то помогает делать. Прославим Христа! Аллилуйя! Эй! Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть с ветром Божьим любви. Свои руки к небу я возношу. И всю себе сердце я даю. Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть с ветром Божьим любви. Свои руки к небу я возношу. И всю себе сердце я даю. И всю себе сердце я даю. Пусть уходят все сомнения, Как печаль и ночь. Он пришел, чтобы дать спасенье. Он пришел помочь. Загорелась на небе звезда. И небо покрыло всю тьму. Знай, Иисус теперь рядом всегда. Ты только доверься Ему. Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть с ветром Божьим любви. Свои руки к небу я возношу. Иисус тебе сердце я даю. Зажигай огонь у меня внутри. Я хочу гореть с ветром Божьим любви. Твои руки к небу я возношу. Иисус тебе сердце я даю. Иисус тебе сердце я даю. Божьим любви. Божьим любви. Открывай свои устали, молчи Право сглашай и пой Зажигай огонь у меня внутри Я хочу гореть с ветром Божьей любви Пой руки к небу я вознощу Иисус тебе сердце я даю Зажигай огонь у меня внутри Я хочу гореть с ветром Божьей любви Пой руки к небу я вознощу Иисус тебе сердце я даю Иисус тебе сердце я даю Иисус тебе сердце я отдаю Пой зажгет наши сердца огнем Духа Святого и наполнит нас силой своей во имя Иисуса Христа Аминь У меня есть маленькое объявление 2 сентября у нас планируется общецерковный выезд в вердоматку на шашлык Поэтому такой у нас семейный выезд Поэтому запланируйте этот день Это будет суббота 2 сентября Вот там не знаю к часу дня Давайте соберемся Нет, записываться не надо Запланировать и приехать